Приветствую вас. Если честно, то ваш вопрос, который вы задаёте, вызывает скорее недоумение, чем какой-то ответ. Потому что смысл, вот именно смысл вашего вопроса для меня ускользает, вы даже, собственно, и вопрос сам не задаёте. То есть вы просто пишите некую ситуацию, описываете её и просто говорите помочь советам. Но ведь психологи не дают советов, психологи работают с проблемами. Проблема суть противоречия. И вот здесь, собственно говоря, и кроется, на мой взгляд, самая главная особенность вашего текста в том, что здесь нет вопроса. То есть мужчина откровенно даёт вам понять, что вы ему не нужны. Вы сами видите то, что вы ему не нужны. Вы сами видите, что он вас не уважает, не ценит, не любит и так далее. Вы говорите, вы пишите на моей попытке поговорить с ним нормально, всё сводится к тому, что я виноват во всем и так далее. А для чего вы пытаетесь поговорить с ним? Какую цель вы преследуете с ним поговорить? Надежда на то, что человек изменится? Чем эта надежда продиктована? Именно вот для вас, именно у вас. Чем эта надежда продиктована? Понимаете, какая история? То есть, мне кажется, что если говорить вот конкретно о вашей ситуации, то в первую очередь, наверное, нужно разобраться, что вы вообще хотите сами. Вы видите, что ваш муж, да, ведёт себя по отношению к вам ужасно. Вот, вы видите, что он не меняется, что он сделал свой выбор, и несмотря на это, вы всё равно, значит, о чём-то с ним, да, о чём-то с ним пытаетесь поговорить. Вот, как бы, у меня к вам здесь есть вопрос, да, а, собственно, о чём тут разговаривать можно? О чём тут можно говорить? Что, какие желания у вас? Понимаете? Ведь совершенно очевидно, да, совершенно очевидно, что своего мужа таким, какой он есть, да, вы не принимаете. Совершенно очевидно, что вы, своего мужа, таким, какой он есть, да, вот, таким, каким он видится вам сейчас, на данный момент, вы не принимаете, потому что он по факту, да, вам, там, изменяет, да, по факту он пьёт, там, принимает на вас руку, вот это всё, вот. Так, вы хотите, чтобы он поменялся, но изменение мужчины, да, то есть, если он поменялся, если он изменится, изменение мужчины будет означать, что вы пытаетесь его, да, переделать под себя, как бы, под свою, ну, под своё видение, вот. И сказать о том, что это здорово, сказать о том, что это правильно, сказать о том, что это верно, сказать о том, что это здоровые отношения, нельзя. Поэтому рекомендация здесь вам будет такая, обратите внимание на то, что вами движет при настоящем желании с мужчиной поговорить. Что вы хотите этим, ну, добиться, что вы хотите через это для себя получить, вот. Какую цель вы представляете? То есть, то, что это ради ребёнка, ну, если честно, это не так, потому что ребёнку, знаете, от этого вряд ли лучше. То есть, это нужно вам? Да, это нужно вам. Это так. А что вам нужно? Да, что вам нужно? Вы, скорее всего, я, конечно, здесь не уверен, но, скорее всего, вы боитесь остаться одна, скорее всего, вы боитесь одиночества. Скорее всего, вы, значит, склонны жертвовать собой в большей степени, чем это нужно. То есть, вы, вы именно склонны с собой жертвовать. То есть, вы склонны, грубо говоря, делать что-то для других, вы склонны, грубо говоря, значит, терпеть и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но вопрос заключается в том, ради чего это всё, понимаете? Вот. Поэтому, значит, поэтому здесь вот нужно исходить именно из этого, из этого в первую очередь. Знаете? Из вот этих моментов, которые я озвучил. С мужчиной вы можете быть, но только если, как бы, он захочет меняться. Понимаете? Только если он сам захочет меняться. Мужчина. Вот. Пока он, значит, меняться особо вроде бы не готов, и, соответственно, ваши отношения обречены на... Повторение одной и той же ситуации, одной и той же истории, которая, вот, собственно, с вами сейчас и происходит. И отношения, которые вы реализуете, да, отношения, которые вы, вот, продвигаете, они, на мой взгляд, вполне могут называться созависимыми. То есть, то есть, вы имеете созависимые отношения с своим мужем. Вот. Вопрос заключается в том, чтобы эту созависимость от него убрать. Понимаете? Ну, это работа над собой. Вот. Так же, вот, вы пишите, что, ну, что вам хотелось ребёнку очень сильно, что вы беременели несколько раз, да, то есть, один раз вы забеременели, и у вас, значит, не получилось, да, вот. Второй раз вы забеременели, всё прошло хорошо, слава богу, вот. Так, а вопрос-то возникает. С какой целью, собственно говоря, беременели-то? Понимаете? Вот. С какой целью беременели, если с мужем у вас такие вот, значит, трудности? Понимаете? Вот. То есть, чего вы хотели, о чём думали, значит, значит, на что рассчитывали? Вот. Понимаете, какая история? То есть, насколько, значит, ну, насколько сознательно вы ко всему этому подходите в своём поведении? Вот. Вот я думаю, что с этими нужно разбираться, да? Вот. И уже исходя из этого, корректировать своё поведение. И там абсолютно не важно, будет ли этот мужчина с вами или нет. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.